Эй-хей-хей! Добро пожаловать на канал Люцейка! Меня зовут Богдан и я совершенно бесплатно, без випа, без премиума, без робоксов получил вот такой зеленый меч ловкости диджея. Этот меч можно экипировать на своего аватара в любую игру в робокс, то есть он идет в ваш инвентарь. И сейчас я расскажу как же его получить. Вот начало игры, я такой довольный, я только зашел и бегу в магазин, который вы уже наверное знаете, потому что посмотрели всех ютуберов, которые вас обманули, потому что их видео называлось «Бесплатный меч», а в итоге с помощью випа они взяли этот меч. У меня видео без випа, без премиума. Нажимаем вот на эту иконку и смотрите, сейчас здесь надо ввести пароль. И пароль вот такой, очень простой. На клавиатуре нажимаем на вот эти стрелочки. Вверх-вверх, вниз-вниз, влево-вправо, влево-вправо и английские буквы B и A. На планшете нажимаем соответственно вверх-вниз, вверх-вниз на планшет, а буковки B и A, B вводится справа посредине в телефоне, а буква A вводится слева посредине экрана на телефоне. Просто нажимаете, тапаете и получаются вот эти две буковки. И вот ввели мы этот пароль и вот начинается ивент, запускается этот эксклюзивный ивент. Я выбегаю из этой будочки и теперь надо зарабатывать внутриигровые деньги. Я вам расскажу про все способы, легкие, нелегкие, средние, тяжелые и надо заработать баблишко. Вот сейчас загружается любая игра и когда вы наблюдаете за игрой любого человека, любого игрока, можно ставить лайк. Вот посмотрите, почти в правом верхнем углу лайк нарисован. И каждые 19 секунд, когда вы нажимаете поддержку лайкаете, вам добавляется как бы 5 вот таких вот музыкальных монет. Вот это нота. Здесь эти ноты, это как будто монеты. И вот так, с помощью вот таких 5 монеток, за вот такую одну поддержку, можно получить от 20 до 40 вот этих монет, вот этих нот. Да, вот сейчас я в очередной раз нажал и в очередной раз получил свою денежку. Я вам скажу, что это самый простой способ заработка. Если вы еще положите на кнопку клавиатуре какой-то грузок или включите автокликер, то это вообще делать нечего. Включили 2-3 минуты и вы зарабатываете просто деньги. При этом можете пойти попить кофе, чай. Вот так легко можно с помощью лайка заработать деньги. Хотя можно играть вот с этими игроками, срывноваться и за первое место получаете больше денег, за второе место получаете меньше денег, а за третье место вообще там копейки. За четвертое место, не помню, там какая-то символическая плата идет. Но легче всего зарабатывать вот так с помощью лайков. И сейчас я посмотрю, сколько я заработал. Посмотрите, я заработал 20 вот этих монет с помощью вот этих лайков. Потом надо сейчас обойти вот этих всех как бы NPC, которые стоят на этой карте. Я начинаю вот с этих черненьких ниндзя. И не просто так я начинаю, потому что когда я к нему подошел, он мне дал бесплатно звездочку. Вот эту синенькую звездочку бесплатно дал. Я вот только не помню, одну или две. Но я сейчас бегу дальше. Вот я сейчас подбегаю к хот-догу, общаюсь. И что? Кажется, он еще одну звездочку дал. Да, смотрите, хот-дог дал и уже три звездочки. Вот так легко здесь можно заработать вот эти звездочки, а не покупать их через робоксы. Сейчас подбегаю к следующему. И он мне дает 25 вот этих игровых нот, то есть монеток. Сейчас к следующему подбегаю. Нет, кажется, это просто игрок. К нему подбегать не надо. Вот эти NPC стоят с восклицательными знаками. Ну вот эта девочка, кажется, ничего мне не дает. В принципе, как и в реальной жизни, дают в основном мальчики. Девочки в основном помогают морально или советом. Следующая девочка. Что, деньги дает? Нет, девочки денег здесь не дают. Мальчик. Интересно, мальчик что даст? А смотрите, а парень дал 25 вот этих монет. Вот так. Бежим дальше. Бежим дальше. И надо смотреть по всем углам, где кто стоит. Э, нет, это игрок. Так, дальше. Сейчас поворачиваем налево. Так, это опять игрок. О, зелененький, зелененький. Вроде мальчик, вроде девочка. Инопланетянин. Нет, кажется, он вообще ничего не дает. Здесь какое-то задание. Поэтому я закрываю и бегу дальше. Бегу дальше. Вот так зелененький нубик. Нет, ничего не дал. Нубики здесь не дают. А вот этот человечек дал 25 монеток. Следующий, следующий. Так, этот ничего не дает. Дальше. О, вот, вот, вот. Трое, трое стоят. Сейчас посмотрим. Двадцать пять монет. Смотрите, просто так подошел. А он просто так дал. Это вроде бы девочка. Подбегаем. Что нам девочка? Нет, девочка нам только с советом может помочь. С советом. И кажется, вот парень тоже извиняется. Сори. Денег нет. Забыл кошелек дома. Ладно, бежим дальше. Бежим дальше. Здесь, ооо, 25 монет. Вот такой щедрый чел дал нам 25 монет. Сейчас бежим, кажется, наверху, возле фонтана. Там какая-то парочка стоит. Любуется. Парень, наверное, уже все деньги истратил вот на эту красотку с этим белым зонтиком. Поэтому у них денег нету. Ладно, спускаемся сейчас вниз. Там какой-то Нубик. Брейкданс танцует. И что, Нубик? Ой, смотрите, 25 монет выдал. Где же ты там кошелек у себя нашел? Ты же вообще в одной их трусах и в одной футболке там на асфальте катаешься. Так, здесь, кажется, две девчонки. Итак, девочка. Ооо, смотрите, первая богатая девчонка 25 монет дала. А вторая девчонка. Сейчас проверим. Не, тоже что-то сказала, что-то посоветовала. И я бегу дальше. Я бегу дальше. Я уже почти богатый Буратино. Нет, это просто игроки. Приставать к ним нет смысла. Вот здесь, кстати, в туннель, когда спускаетесь вниз, там диджей. Диджей может поставить вам бесплатно музычку. Вы можете там потанцевать, подвигаться. Да, вот там в подвале находятся диджей и метрополитен. Метро. Метро не ходит, но зато музыку можно послушать. Так, здесь ничего нету. Дальше, дальше. Вот NPC с короной. Ну, вообще отморозился. Какие-то пунктирные линии идут. Следующий NPC. Что? Ооо, вообще рассмеялся. Наверное, у него уже денег нету. Уже закончились. Дальше, это вот человечек тоже ничего не дал. И что дальше? А дальше здесь, вот, кстати, магазин. Здесь можно за робуксы купить вот этот VIP. Купить вот этот премиум. И очень легко и просто, в принципе, сделать это задание. Но у меня другая цель. У меня цель все сделать бесплатно. Я опять вернулся вот к этим NPC в черной одежде. И сейчас я буду показывать, что надо дальше делать. Дальше надо нажать справа внизу на миссии. И здесь, посмотрите. Здесь можно было за первое задание, за первую миссию получить бесплатно деньги. Я вам сейчас покажу. Здесь было 250 бесплатных вот этих монеток. Вот видите, слева внизу монеток целая куча. 250 монет. А дальше второе задание. Просто нажимаете и получаете 10 звезд. Представляете? 10 звезд. Просто так. Никаких робуксов не надо тратить. Дальше третье задание. Я его открыл. Но оно нам не надо. Для дела нам оно сейчас не пригодится. И вот когда вы собираете вот эти 13 звезд. И когда вы заработаете на лайках или на соревнованиях денежку. Идете вот в этот магазин. В этом магазине стоит продавщица Zara. Ее зовут. И она продает очень нужный инвентарь, который надо купить. Я этот инвентарь купил с запасом. Я бы даже сказал бы, что я его купил больше, чем надо. Но когда первый раз играешь, то сам все делаешь. И поэтому иногда некоторые предметы, некоторые вещи покупаешь с лихвой. То есть с запасом. Но здесь надо все купить. А точнее, что купить конкретно, будет чуточку позже показано и рассказано. Потому что не надо все деньги тратить. И не надо все звездочки тратить. Но я все-таки щедрый чел. Я здесь все поскупал. Я заработал хорошо денег. Я здесь и гитару купил. Меча купил. Потом шмотки купил. Блайзер купил. Прическу купил. Что там еще? А, цепочку на шею купил. Очки крутые купил. Ну, короче, я почти все в этом магазине купил. И вот сейчас, кстати, вот очки здесь самые дешевые. 50 игровых вот этих монет стоит. После этого, как вы это все купили. Сейчас я проверю. Ну вот. А, гитара, гитара. Я гитару еще не купил. Вот это, кстати, точно не надо покупать. За 15 звездочек не надо покупать. И после этого, сейчас я проверю. Так, не, вот гитару все-таки я куплю. Я куплю гитару. Сейчас я проверю, что еще может быть куплю. Наверное, еще причесочку куплю. Да. Вот так можно пощелкать и проверить, весь ли инвентарь я купил. После этого надо пойти в другой магазин. Вот это другой магазин. В этом магазине продается мелодия. Музыка продается. И вот эти музыкальные композиции, только некоторые, надо купить. Смотрите, вот первая музыкальная композиция. Я ее покупаю. Она называется Роблокс. Да. Дальше надо купить вот эту музыкальную композицию. Крабик нарисованный. Я ее тоже покупаю. Дальше надо купить вот этого молодого человека, у которого нету головы. Точнее, она есть, но там какая-то большая яма. И четвертую композицию я уже купил. Она у меня уже добавлена. Поэтому я ее сейчас покажу, когда я отойду от этого магазинчика. Какую я еще четвертую музыкальную композицию купил. Вот я сейчас расхожу. И смотрите, прежде чем нажимать на Play, нам надо одеться. Нам надо правильно одеться. Это очень большой нюанс. И очень важный нюанс, которым вам никто до этого из Роблоксеров не поделился. И вот сейчас надо прийти именно вот в это место, где будет телепорт в правильной одежде. И вот посмотрите, как я правильно оделся. Посмотрите, что я экипировал. Я сейчас один предмет убрал. И сейчас буду дальше делать. Запоминайте, потому что дальше будет очень-очень важная информация. Смотрите, сейчас нам надо выбрать мелодию, которую я купил. Первую мелодию нам надо выбрать под названием Роблокс. Ее можно выбрать у других игроков, которые ее слушают. Но лучше ее выбрать свою собственную, которую вы купили себе в инвентарь. Потому что ждать, пока кто-то начнет слушать эту мелодию, оно очень неудобно. И иногда занимает очень много времени. Я нажимаю, я слушаю эту мелодию. Я, кстати, сейчас в игру вообще не играю. То есть, как видите, лучики не мигают, а просто я стою с правой стороны и падаю. То есть, АФК нахожусь. И вот, смотрите, после вот этого мероприятия, после прослушивания первой песни Роблокс, мне в чате написали информацию, что ивент начался. После этого надо прослушать мелодию с крабиком. То же самое. Стою с правой стороны, ничего не делаю, монетки текут. А, кстати, видите, вон вверху там сзади зрители. Знаете, кто эти зрители? Это ваши друзья по Роблоксу. У меня вот у этой Люцейки друг Люцейка. Поэтому там стоит Люцейка в правом верхнем углу. И вот сейчас я прослушал крабика. И мне в чате тоже там волшебные слова написал Роблокс. Третью композицию надо прослушать вот этого мужчину, который без головы, точнее голова есть, но там дырка такая, яма в его голове. Сейчас я быстренько прослушаю его композицию. И опять-таки в чате напишутся мне волшебные слова. Я думаю, до этого момента вы многие доходили, а вот дальше вы сделали очень много неправильных вещей. И я вам сейчас покажу, что же вы делали неправильно. И вот смотрите, последняя мелодия, четвертая мелодия. Она называется там как-то Монстр. Сейчас напишу первые две буквы МО в поиске с левой стороны. И посмотрите, нажимаючи направо, налево, я постоянно обновляю эту страничку, чтобы увидеть эту музыку и чтобы присоединиться к этой музыке. Хотя у меня есть эта музыка. Но один большой нюанс. Эта музыка у меня есть первого уровня, первой сложности. А нам нужна эта же самая композиция, только другой сложности. Не то. Сейчас это Play. Это первая по сложности композиция. А нам нужна другая по сложности. Так, дальше. Нет, нет, я пока не вижу. Пока нету. И вот так надо нажимать направо и налево. И ждать пока игрок... Вот, 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 14-й вот промлекнуло. Видели? Но я не успел. Не успел. Матч начался. Я не успел. Уже кто-то до меня занял эту музыку. Это место я занял кто-то. Давайте я сейчас... Между прочим, здесь иногда очень долго приходится вот так сделать, чтобы ждать вот эту музыку. Эта музыка Монстр. Она должна быть 14-го уровня. 14-го уровня сложности. Потому что очень часто здесь есть 1-го уровня. Она не подходит. Совершенно не подходит. Надо выискивать именно 14-й уровень. Сейчас я щелкаю. И здесь, кстати, есть маленькая одна хитрость, к которой я иногда прибегаю. Когда долго нету нужного уровня, я захожу в любой уровень и начинаю помогать лайкам. Вот сейчас я зашел и помогаю вот этому... Этой девочке или мальчик, непонятно. Помогаю ему лайком. То есть я и себе чуть-чуть денег зарабатываю. И, кстати, когда вы помогаете кому-то лайком, ему тоже за это прибавляется денежка. Так вот, я сейчас ему чуть-чуть прибавил денег. И сейчас обратно возвращаюсь вот в это меню. Опять нажимаю на Play. И сейчас опять буду выискивать вот эту композицию Монстр. Давайте сейчас направо нажимаю. И... Вот, вот, есть, есть, есть! Мне уже опоздал, опоздал. Ну что такое? Опять опоздал. Вот, еще раз, еще раз, смотрите, нажимаю. Ну, ребята, получилось, получилось. Смотрите, вот, 14 уровень, 14 уровень, получилось. Вот, я сейчас зашел, зашел. Я к кому-то присоединился, кто потратил робуксы за эту композицию. Потому что 14 уровень, эта композиция только у VIP-ов. У VIP-ов она легко там дается. И ее сразу же слушаете. И все, ивентик проходится. А у кого нету робуксов, надо выискивать вот эту композицию. Надо выискивать. И вот, смотрите, я попал. И сейчас я собираюсь победить, победить. Давайте, давайте. Сейчас этих всех богатых буратин я сделаю. Все, смотрите. 50-60 тысяч. И буквально 10-20 секунд остается. 70 тысяч, 80 тысяч. Кстати, не обязательно побеждать. Это я просто на радостях решил победить. Побеждать не надо. Надо попасть. И вот волшебные слова справа в чате написали мне. И смотрите, я уже в том месте, в котором надо. И я уже одетый именно в ту одежду, в которую надо. И вот у меня уже с первого раза. Не надо потом повторно эту музыку слушать. Не надо никакие другие мелодии слушать. У меня высвечивается вот этот значок RB Battles. И он меня телепортирует после того, как я нажал на второй этаж. И вот еще раз запоминайте, какие вещи нужны, чтобы ивент сработал. Посмотрите. Очки, блайзер, меч, одежка, цепочка не нужна. Да, цепочка оказалась лишней. И сейчас я поднимаюсь на лестнице. И смотрите, вот на большой вот этой платформе посредине стоит вот этот зеленый меч диджея. Зеленый меч ловкости диджея. Сейчас надо к нему подойти и просто нажать вот на эту табличку. И он добавится прямо в ваш игровой инвентарь. Вот смотрите, бейджик высветился. А значит я получил бесплатную вещь в Роблоксе. Ура! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Люцейка. С вами был Богдан. Всем пока-пока!